Здравствуйте! С вами Влад и новая авторская история моего канала «Так не бывает». Вика, напевая колыбельную, нежно покачивала на руках уснувшую дочку. «Не хочу с ней расставаться», — тихо сказала она. «Не хочу, а надо». Она бережно опустила малышку в кровать, выпрямилась и посмотрела на сестру. «Ох, Оленька!» — Оля кивнула. «Я понимаю, сестренка, но ненадолго же. Устроишься, а там и заберешь. Хотя я все-таки хотела бы, чтобы ты осталась пока у нас. Ну, потеснимся немного, ну и что? Зато у своих. Найдешь работу, тогда и переедешь». Вика обняла сестру. «Не могу, Оль. Просто не могу, и все. Ты и так столько для меня сделала». Анюту забрала к себе и Вареньку. Кормила их, заботилась. А теперь еще я к вам на шею свалюсь. «Нет, не могу. Я похожу по городу, поищу что-нибудь. Иногда бывает, что прямо на дверях объявления висят. Требуется сотрудник». Анюта, маленькая, очень похожая на маму девочка, услышав разговор взрослых, тут же оказалась тут как тут. «Мам, я с тобой». «Анюта», растерялась Вика, «там же холодно. Снег вон какой, так и метет. Осталась бы ты с тетей Олей». «Нет, мам, я с тобой». Она крепко-накрепко сжала руку матери. «Я не отпущу тебя, мам. Не пущу и все». «Тсс». Вика присела на корточке и погладила по голове старшую, но такую маленькую дочку. «Хорошо, Анют. Пойдем вместе». Ольга беспомощно посмотрела на них. «Ну куда же вы? Вы хотя бы вернитесь. Вик, так нельзя. Обещаю, что завтра это самое позднее вы придете. А лучше даже сегодня. Хоть ночью, хоть когда». «Не волнуйся, Оль», заверила ее сестра. «Никуда мы не пропадем. Будь уверена. И завтра, максимум завтра, снова будем здесь. Главное, сама не переживай. И так уже нервов тебе помотала вся эта гнусная история». Они вышли на улицу, держась за руки. Мама и дочь. «Я знаю несколько ветеринарных клиник», – сказала Вика. «Попробуем дойти до них и попытать там счастье». Она улыбнулась дочери. «Попробуем». «Мам», – в сотый раз спросила Анюта, – «а почему мы не можем пойти к папе?» «Потому», – терпеливо ответила Вика, – «что папа уехал далеко-далеко и он вернется?» «Нет, Анюта. Папа, он умер, понимаешь? И живет сейчас совсем в другом мире. Но он все равно нас любит. Просто так получилось». Ання задумчиво кивнула. Она вообще была не по годам умненькой девочкой и понимала порой даже слишком много. «Но он все равно нас любит», – уточнила она. «Конечно». Вика и сама в этом не сомневалась. «Ну что, пойдем поищем мне работу?» Они вышли на людную, спешащую улицу, и тягостное впечатление, которое осталось у Вики от разговора, сразу развеялось. Уличная суета, горящие вывески, прохожие – все казалось таким веселым и увлекательным. По крайней мере, для того, кто целый год ничего этого не видел. А потом они услышали вой. Сначала он еще мог бежать, но потом пришлось перейти на жалкий хромающий шаг. А потом мир качнулся, и холод обжег беззащитное брюхо. Ползти по снегу было тяжело. Джек чувствовал, что последние силы оставляют его, а боль в изодранной лапе стала такой сильной, будто опять вонзились в нее железные зубья грабель, причиняя невыносимую боль. И такую несправедливую. За что? Джек точно знал, что ничего плохого он не делал. Снова и снова оглядывался, ища взглядом хозяина, но его почему-то нигде не было. А из лапы теплой струйкой сочилось что-то красное и горячее. Джек кое-как смог доползти до уличного фонаря и больше не смог сделать ни единого движения. В глазах у пса темнело от боли. Шел снег, и не было рядом таких надежных, спасительных рук хозяина. Не было его успокаивающего любимого голоса, а был только холод, страх, смерть. И тогда Джек вскинул голову и тоскливо, страшно завыл в равнодушное зимнее небо. «Мам, там собачка! Собачка плачет!» Девочка изо всех сил дергала за руку мать. Худая, одетая слишком уж легко для зимы, женщина завертела головой. «Где собачка, Анют? Я не вижу!» «Да вон, вон она! Вон, где фонарик! Теперь видишь?» Женщина прищурилась и, наконец, заметила. Огромный белый пес, почти слившийся со снегом. Затихающий вой. Плохо ему, бедняги. «А я думала, кто это воет?» «Постой здесь, я подойду к нему!» «Я с тобой!» Заспорила дочь. Но мама решительно приложила палец к губам и отвела ее в сторону. «Аня, он может быть ранен, а раненое животное может укусить, так что стой здесь и жди!» Она быстро подошла к Джеку и остановилась всего в паре шагов от него. Все было понятно. «Бедолага где-то здорово повредил лапу. Вон, как кровища хлещет, как из зарезанного поросенка!» Пес смотрел на нее мутным от боли взглядом. «Не бойся», — ровным голосом сказала она. «Не рычи, ладно? Я хочу тебе помочь. Не тронешь меня?» Она присела на корточке и протянула ему руку. Джек не собирался нападать. Он устал, откнулся носом в холодную женскую ладонь и вздохнул. «Хороший мальчик, а теперь посмотрим, что там у тебя. Эгей, сильно тебе досталось, я вижу. Но это ничего, до свадьбы заживет». Не прекращая говорить, она стянула шеи тонкий, не по погоде шарф и принялась ловко бинтовать лапу. «Знаю, что неприятно», — ответила она на поскуливание пса. «Ну что поделать? Нам же нужно остановить кровь, а то ты можешь умереть. Но ты ведь храбрый мальчик, потерпишь, правда?» Закончив перевязку, она почесала пса за ухом. «Ну вот и все, Ань», — окликнула она дочь. «Иди сюда, Анют, уже можно». Девочка тут же подбежала и склонилась над страдальцем. «Ему плохо, мам, у него кровь». «Да, но мы его спасем». «Слушай внимательно, Анют, сейчас ты пойдешь вон за тот угол и увидишь большую зеленую вывеску с котом и собакой. Это ветеринарная клиника. Зайди туда и скажи любому доктору, что здесь крупная собака сильно ранена и не может идти. А потом приведешь сюда докторов. Покажешь, где мы сидим. А ты?» «А я?» Женщина уселась прямо на асфальт и пристроила голову пса к себе на колени. «Я подожду здесь. Ему сейчас никак нельзя быть одному. Страшно». Она не сводила глаз с оранжевой детской курточки, которая замельтешила, удаляясь, лавируя среди прохожих. Пес снова вздохнул. Болезненно, тяжко. Она положила руку ему на голову. «Подождем, малыш», – тихо сказала она, – ласково перебирая мокрую от снега шерсть. «Немного подождем, а там доктор придет, поможет тебе. И больно не будет. Болит лапка, да? Скоро перестанет». Джек благодарно потерся лбом о ее ладонь. Он был рад тому, что она здесь, рядом с ним, гладит его и говорит с ним, что не ушла, не бросила его одного умирать на холоде, что он не один. Оранжевая куртка Анне снова показалась из-за угла. «Ох, как огонек на маяке», – подумала мама и махнула рукой. Следом за малышкой бежали два здоровенных мужика в наспех наброшенных куртках. Один из них нес сложенные носилки. «Сюда, сюда, скорей!» Дочка подбежала к Вике. «Он здесь, вот он!» Первым к Джеку подошел тот, кто был помоложе. Наклонялся, присвистнул. «Дела! Это вы вовремя успели, а то бы истек кровью». В руках у него, откуда ни возьмись, появилась байковая детская одеяльца. Он накрыл им пса и кивнул напарнику. «Носилки давай, тут килограммов семьдесят будет». Потом обхватил пса поверх одеяла и втащил на носилки. Джек измученно заскулил. Ему было больно. И больше всего он хотел, чтобы его оставили в покое. Он хотел и дальше лежать мордой на коленях у своей спасительницы. И чтобы она гладила его по голове. И пусть она говорит с ним, и пусть снег идет. Так он хотел лежать, пока не придет смерть. И может даже и дольше. Но сейчас его подняли на носилках и куда-то понесли. Это было ужасно. «Я с тобой, малыш», – донесся откуда-то сверху женский голос. Теплая рука легла ему на бок, а Джек обрадованно высунул язык и хотел было повилеть хвостом, но вместо этого дернулся всем телом и потерял сознание. «С ним все будет хорошо», – в который раз спросил Анюта. Они с мамой сидели в приемном покое в ветклинике и ждали, что им скажут врачи, когда закончится операция. «Он же не умрет, мам». «Нет», – терпеливо отвечала она. «Может быть, не сразу начнет бегать и, наверное, ему потребуется уход, может быть, даже долгий, но, в конце концов, выздоровеет. Раны не смертельные». «А ты это точно знаешь?» «Точно». Вика улыбнулась и обняла дочь. Сняла с нее шапку и взъерошила волосы. «Знаешь, а ведь когда ты, я лечила таких вот потрепанных котиков и собачек». «Да ну, правда лечила?» «Правда. Только давно это было. Ты тогда еще не родилась, а я работала в большой ветеринарной клинике в большом городе. Там были и коты, и собаки, и даже попуга, и змеи». Лицо Вики, худое и усталое лицо много пережившего человека, осветила мечтательная улыбка. Она улыбалась воспоминаниям о прежней счастливой жизни и продолжала рассказывать. «Однажды мне пришлось даже лечить настоящего крокодила, представляешь? Его к нам из зоопарка привезли». «И он тебя не укусил?» – ахнула девочка. «Нет. Правда, пришлось сначала дать ему наркоз, а уж потом осматривать». «Что дать пришлось?» «Снотворное. Крокодил заснул, а когда проснулся, мы его уже вылечили». «А-а-а». Анюта привалилась к маме и восхищенно вздохнула. «Какая ты смелая, мам». Из операционной вышел врач и направился прямиком к ним. «Ну, что я могу сказать?» – улыбнулся он. «Волноваться не о чем. И жив ваш парнишка будет, и носиться будет еще, но, конечно, надо его понаблюдать пока. Пару дней минимум. Вот, держите». И он протянул девочке кожаный ошейник. «У него шерстища такая, что мы даже не сразу его и заметили». Аня взяла ошейник, покрутила в руках. «О, здесь что-то написано, мам», – сказала она. «И правда?» С внутренней стороны был записан номер телефона и еще кличка пса – Джек. «Наверное, это номер хозяина», – сказала Вика. «Надо позвонить ему». Ей ответил мужской голос. Нервный, резкий. Сразу понятно, что человек из-за чего-то места себе не находит. Что ж, может быть, она сможет его успокоить. «Слушаю». «Здравствуйте», – сказала она. «Меня зовут Виктория, я звоню из ветеринарной клиники. Я нашла раненого пса, а на ошейнике у него был этот номер телефона». «Вы нашли Джека?» – выкрикнул мужчина. «Где он?» «Жив?» «Не волнуйтесь, с ним все будет в порядке. Его прооперировали сейчас. Запишите адрес и приезжайте. Врачи вам все объяснят». «Ну вот», – подмигнула она дочери. «Скоро приедет». Джек обрадуется. Его хозяин примчался почти мгновенно. От него так и веяло какой-то издерганностью. Она разливалась в воздухе, как резкий аромат парфюма. Высокая фигура в черном пальто, резкие движения, растрепанные светлые волосы, падающие на глаза. «Это вы мне звонили?» «Вы, Виктория?» «Да. А это Аня. Моя дочь». Девочка кивнула незнакомцу. Мама ободряюще улыбнулась ей. Это она увидела Джека. Он лежал под фонарем. Лапа. Ее сильно потрепали. Я перевязала его, а Аня привела докторов. Мужчина с теплотой посмотрел на Анюту. «Как хорошо, что ты такая зоркая. И какая молодец твоя мама. Такая храбрая. Не побоялась подойти к раненому псу». «Моя мама раньше животных лечила», – заулыбалась Аня. «Даже крокодилов». Он перевел взгляд на Вику. «Спасибо вам, Виктория. Спасли моего друга». «Да бросьте», – отмахнулась она. «Жив песик, и слава богу. А вы все-таки больше не отпускайте его гулять одного. Сама выгул в городе – это очень опасно». «Так я и не отпускал». Виноват, – улыбнулся он. «Украли его у меня». «Кто?» «Конкуренты». «Хотя, это не важно. Послушайте, Виктория, можно просто Вика?» «Хорошо, Вик. Давайте я вас отвезу домой. Час уже поздний, да и холодно ведь». Вика прикусила губу. «Спасибо. Простите, не знаю вашего имени. Максим». «Да, Максим. Простите, но я... Мы... Мы как-нибудь сами». «Почему?» Удивился он. «Нет-нет, так не пойдет. Не отпущу я вас в такой снегопад. Да еще и с ребенком». «А мы в этом же доме живем», – перебила его Вика. «Надо только обойти его, а там и подъезды. Так что не надо нас никуда везти». «Тогда я провожу», – наставил Максим. «Уже почти ночь, мало ли что. Вдруг какой-нибудь пьяный. Идемте». «А как же Джек? Провожу вас и сразу вернусь. Показывайте дорогу». Вика вздохнула, поняв, что ей никак не отделаться от настойчивой галантности незнакомца. Впрочем, можно ли сердиться на человека, который всего лишь хочет позаботиться о твоей безопасности? Она крепко сжала руку Ане и пошла к выходу. Максим распахнул перед ними дверь. «Прошу». Выйдя на улицу, Вика подняла голову и посмотрела в ночное небо. Снежинки в свете фонарей казались крошечными звездочками. Она вспомнила, как любила еще девчонкой стоять под фонарем и представлять, что небо щедро осыпает ее звездами. Тогда они казались такими близкими и сами ложились в подставленные руки. «Звездный дождь», – улыбнулась она. Максим засмеялся. «Ну надо же», – заметил он. «А мне казалось, только я один играл в эту игру в детстве. Мне еще почему-то казалось, что снег должен быть непременно сладким». Ловил его на язык. «А я до сих пор ловлю», – хихикнула Вика. «А я», – вмешалась Анюта, – «засульки люблю. Они, как мороженое, только лучше». «Натуральнее уж точно», – серьезно кивнул мужчина. «А вот перчатки тебе не помешает надеть. Хлудновато». Он снял свои и протянул их Ане. «А вы?», – спросила она. «Вы же замерзнете». «Не замерзну». Он сунул руки в карманы пальто. «Видишь, все не так уж и плохо». Нервозность его как будто немного рассеялась. Продолжая болтать, они неспешно завернулись за угол дома. «Ну все, дальше мы сами», – сказала Вика. «А вы идите к Жеку». «Ну уж нет», – запротестовал Максим. «Я вас до самого подъезда провожу. Идемте». Вика беспомощно посмотрела на домофоны. «Да не стоит же, ну что вы в самом-то деле?» Максим чуть заметно нахмурился. «А вы?» «Вы ведь не здесь живете, правда?» Он посмотрел на Аню, которая радостно валялась в сугробе, а потом вскакивала и смотрела на оставшийся отпечаток. «Я сделала снежного ангела», – крикнула она. Вика молчала. Максим, ни слова не говоря, смотрел на нее. «Да», – призналась она, – «мы не здесь живем. И вообще нигде, но ведь вам об этом знать не обязательно, правда?» Он взял ее за руку. «Но я уже знаю». «Вы попали в беду, Вика?» «Скорее наоборот», – усмехнулась она. «Я из беды выбралась. Только вот не освоилась еще к мирной жизни. Не спрашивайте меня ни о чем, ладно?» «Не буду», – пообещал он. «Но раз вам негде жить, я мог бы вам кое-что предложить. Хотите у меня пожить?» «Я один, у меня большая квартира, вам с дочкой точно хватит места. И это было бы...» «Нет, спасибо», – поспешно перебила его Вика. «Не хотим мы вас стеснять, спасибо за беспокойство, но...» «У меня есть еще помещение, которое сейчас пустует, бывшее кафе. Я выставил его на продажу, но пока оно не продано, можете там пожить. Есть тепло и свет, а потом мы что-нибудь придумаем. Ну, если не хотите чувствовать себя обязанной, я мог бы платить вам, как ночному сторожу». Он улыбнулся. «Считайте это деловым предложением». Анюта подбежала к маме и с размаху ее обняла. Щеки у нее разрумянились от мороза. «Ну, девочки-то никак нельзя ночевать на улице», – сказал Максим мягко. «Соглашайтесь, прошу вас». Бывшее кафе представляло собой печальное зрелище. И даже не потому, что на столах красовался слой пыли, а стулья были небрежно задвинуты, просто оно было пустым. А это всегда грустно. Почти как первое января в городе. Вся жизнь встает на паузу, и где-нибудь на природе это может быть даже приятно. А в городе, без людского потока и снующих туда-сюда машин, становится как-то не по себе. Ну, а кафе, созданное для того, чтобы в них звучала музыка, звенел смех, оживлялись разговоры. Пустое, заброшенное заведение, похоже на человека, про которого все забыли. «Не весело здесь, да?» – усмехнулся Максим, видя замешательство на лице Вики. Она покачала головой. «Мне случалось видеть места печальнее этого, а здесь просто пусто». Ну-с, он потёр руки. «Думаю, сможем немного оживить этот вечер. Честно говоря, я ужасно проголодался. А здесь недалеко есть хороший фермерский магазинчик. Вот как? Да, сейчас пойду и куплю нам чего-нибудь на ужин. Поедим здесь. В подсобке наверняка найдутся свечи». «Вы же говорили, что электричество?» «Свечи для атмосферы!» – улыбнулся Максим. «А ещё можно включить музыку с телефона, и тогда станет совсем уютно. Ну как, согласны?» «Согласна», – засмеялась Вика. «Тем более, что, честно говоря, мы с Анютой с утра ничего не ели». «Ну, тогда ждите», – сказал он, и тут же исчез за прозрачными дверями. Вика подошла к барной стойке. «Хорошая стойка, из тёмного дерева. Наверное, на такой здорово смотрятся бокалы». «Ох, про бокалы не надо». Она помотала головой, отгоняя от себя жуткие воспоминания. «Лучше уж занять себя каким-нибудь делом. Например, пыль протереть. Вон её сколько». Вика заглянула под стойку и нашла там старое полотенце. Годится. «Интересно, как там наша варюша?» – спросила вдруг Анюта. Вика вздрогнула. «Спит уже, наверное», – сказала она как можно спокойнее. «Мы же скоро заберём её, правда?» «Конечно». Она сосредоточенно протирала стол. «Конечно, заберём». В голосе Вики звучала тихая, но отчаянная надежда. «Обязательно». Максим вернулся с огромными пакетами, в которых, кроме обещанной фермерской еды, обнаружились ещё два тёплых одеяла, подушки и здоровенный надувной матрас. «Ну, не на стойке же вам спать», – сказал он. «А так сможете устроиться на кухне, там теплее всего. А теперь давайте поедим». Он выложил на стол блинчики с вареньем для Ани и целую гору салатов и стейков. «Хотел, честно говоря, и вина взять», – признался он, ну, чтоб совсем как в ресторане, но решил ограничиться Морсом. «Вишнёву ребёнку, русничный нам». «Отлично», – ответила Вика, с удовольствием наблюдая, как дочь расправляется с блинчиками. «Я даже не знаю, как вас благодарить». «Поешьте», – предложил он. «И будем считать это лучшей благодарностью». «Кстати, я позвонил в клинику. Джек отсыпается на вещой его утром. А сейчас можем выпить Морса за его здоровье». Анюта уже сладко спала. Максим и Вика соорудили для малышки почти настоящую постель с замечательным матрасом, на котором можно было прыгать и кувыркаться, и привезёнными новыми одеялами и подушками. На кухне и в самом деле было тепло. А ещё под барной стойкой нашлась чудная настольная лампа. Анюта, сытая и вдоволь напрыгавшаяся по матрасу, в конце концов утомилась и уснула, завернувшись в одеяло. Максим и Вика продолжали сидеть за столиком. «Хорошо, наверное, иметь дочку», – сказал он. «Всегда мечтал о семье, но всё как-то времени не было. А теперь…» – он махнул рукой. «Сами видите, бизнес схлопнулся, и не знаю, поднимусь ли, какая уж тут семья». «Поднимитесь», – улыбнулась ему Вика. «Люди и не из таких переделок выбирались, а вы сильный и добрый и дурак», – дополнил он и невесело засмеялся. «Знаете, как говорят, в бизнесе никому нельзя доверять». «А вы поверили?» «А я поверил. Друг у меня был. Такой, знаете, кондовый друг с самого детства. Почему-то общее детство всегда кажется делом нерушимым. Мы с ним были в доле, и вроде дела у нас шли неплохо, а потом он втюрился в одну девушку, а она оказалась дочерью ресторатора. Рестораторы – это вообще особый класс, понимаете? «Не очень», – ответила Вика, просто чтобы что-нибудь сказать. Она видела, что ее ответы не особо интересуют Максима, просто ему нужно было выговориться. «Ресторан – дело дорогое, и цены там соответствующие. Это, знаете ли, нечто из области ожиданий». «Роскошная обстановка, вышкаленные официанты, люди ходят туда за этим. А кафе? Сюда приходят поесть. Ну или там выпить кофе, поболтать». «А мне всегда больше нравились кафе», – заметил Вика. «В них как-то, ну, жизни в них больше, что ли. В ресторанах я бывал иногда, но мне там всегда как-то не по себе. Все такие пафосные, даже официанты». «Верно. А еще в кафе и цены ниже, и вообще вкусные недорого». Господам-рестораторам такие заведения, как бельмо на глазу. Снижают им посещаемость. Но это еще полбеды. Понимаете, когда посещаемость падает, то, чтобы отбить расходы, остается только одно – повысить цены. А это еще больше отпугивает гостей. Понимаю». «Хорошо». «Так о чем я говорил? В общем, мой друг влюбился в дочку такого вот господина. Все у них было хорошо, меня даже хотели свидетелям на свадьбу пригласить. Но когда родитель невесты узнал о готовящейся свадьбе, он выставил условия моему товарищу. Наше кафе должно быть закрыто. В порядке компенсации была обещана прекрасная квартира в любой точке города плюс деньги. «Солидное содержание, причем ежемесячное. Можно до конца жизни не работать». Ситуация сложилась щекотливая. Славка, ну это друг мой, пришел ко мне со всем этим, ну, со всей информацией. И что я мог ему сказать? «Конечно, я был против. Он получил бы кучу денег, недвижимость, жену, а я? Столько сил и денег вложил в это дело и остался ни с чем? Ну, как я мог согласиться? Понимаете, я же из совсем обычной, простой семьи. Папа работал на заводе всю жизнь, мама, школьный учитель. Я все сам, своими силами всего добивался. Это мажорам все равно. Кафешкой больше, кафешка меньше. Здесь закрылось, там откроется. А если прогоришь полностью, тоже не беда. Папа с мамой выручат. Но для меня мое дело было всем. Это то, что я сам создал, во что вложился и головой, и силами, и деньгами. Он устало покачал головой. Вика вдруг заметила, что под глазами у него пролегли глубокие тени. Наверное, он уже давно не высыпался как следует. «Максим», – мягко заметила она, – «мне кажется, ваш друг не мог требовать вашего согласия. Не имел права. У всего есть разумные пределы, даже у дружбы». Максим пожал плечами. «Наверное. И своя цена тоже у всего имеется. И у дружбы тоже». Славка разозлился, когда я сказал, что он, если хочет, может забрать свою долю из общего дела, но кафе я не закрою. Хуже всего было то, что я его понимал. Ему же показалось, что ему достался счастливый лотерейный билет, а я встал у него на пути и мешаю получить желанный выигрыш. Я знал, что он сердится и, может быть, даже ненавидит меня за это. Но он тогда виду не подал. Я было подумал, что все как-то решилось и уважал его за то, что он держался достойно. Но Славка просто слил всю информацию о нас конкурентом и на прощание сказал, что я сволочь, а он постарается, чтобы у меня не осталось ничего, даже собаки. И через неделю пропал Джек. Вот почему я сразу догадался, чьих рук это дело. Он вздохнул, потер лоб. Так что, как видите, я подбитый танк. Ни лучшего друга, ни кафе. И честное слово, я вам очень завидую. Мне жить негде, напомнила Вика. Верно. Но у вас дочь есть. Есть ради чего бороться. Это немало, поверьте. Да. Вика разлила по стыканам оставшийся морс. Вы были со мной откровенны. Видимо, теперь моя очередь. Начнем с того, что дочь у меня не одна. Даже так? Представьте себе, усмехнулась Вика. Сейчас она у моей сестры. Варе полгода, и я родила ее в тюрьме. Где? В тюрьме. Спокойно, ответила Вика. Я когда-то была хорошо устроена в жизни, но это было не сразу. Ох, не сразу. Мой папа умер, когда мне только-только девять стукнуло. Он был хорошим человеком. Любил нас, заботился. До сих пор помню, как мы в лес ходили. Строили там шалаши и жили так по паре дней. Ночью костерок разведем, нажарим рыбки, которую днем наловили. А потом одеяло растерет на траве и лежим. Смотрим на небо. А папа нам рассказывал, где какая звезда. Про созвездия говорил. Он астрономию в школе преподавал. Когда умер, все его ученики собрались. Даже те, кто взрослые уже. Любили его. А через два месяца мать привела к нам в дом нового папу. Ну, так она выразилась. Потому что папа из моего отчима был, как из бегемота бабочка. Злой, жестокий. Как в дом вошел, сразу во все комнаты сунул свой нос. А потом говорит матери. А чего это, зинуль, у тебя девки живут так жирно? И комната у них отдельная есть, и все. А ты их, любезненько моя, так избалуешь. Вырастут и помогать не станут тебе. Зато тянусь, тебя будут вынь да положь. Мать молчала. А этот взглядом повел и сказал. Теперь, значит, порядок у нас будет такой. Дочкам твоим хватит и одного дивана в столовой. Пусть ночью спят на нем. А днем уроки там делают. А в их комнате мы сестру мою поселим. Она женщина одинокая. Вот и будет с нами. А что? Ей веселее. И тебе помощница по хозяйству будет. И что? Ваша мама не выгнала этого хмыря? Куда там? Повздыхала, всплакнула и согласилась. Ей вообще как-то сразу отчим роднее нас стал. И его семейство стало дороже родных дочерей. Почему? Даже не знаю. Но вот так было. Перевезли к нам эту сестру отчима. И тут выяснилось, что она собак боится. Так он ночью свел со двора нашего пса в лес. А там пристрелил. Это мне наш сосед рассказал потом. На глазах у Вики выступили слезы. Она быстро их смигнула. Наверное, тогда я и решила, что хочу стать ветеринаром. Животных лечить. Но до этого было еще очень далеко. А пока мы вот так и жили с сестрой. На диванчике в столовой. Ночами шептались, как хорошо было бы, если бы этот негодяй ушел куда-нибудь и не вернулся. А шансы на то были, кстати, очень неплохие. Он, видев довершение всех своих достоинств, еще и пил до одури. Каждый день. Годами. Даже не знаю, как у него здоровья хватало. Мы с сестрой поначалу еще думали, что ну уж тут-то у нашей мамы мозги на место встанут. Увы, чудо не произошло. Он притащится на бровях, бухнется на порог, а мать его в дом втаскивает, снимает ботинки его вонючие. И еще причитает, как бы он бедняжечкой ничего себе не сломал. А утром на весь дом орет, что у него голова болит, а мать ему уже и рассол приготовила, бежит, несет. И на столе уже и бульончик крепкий стоит, и стакан, и огурчик соленый. Ну а как он попустит, снова напиваться бежит. Причем мать ему еще и денежку на это дело сама давала. Он ведь нигде не работал. Некогда ему работать было. Кто ж тогда будет пить, если все работать начнут? А если он приходил домой и был еще в состоянии шевелиться, то было еще хуже. Потому что начинал нас с сестрой воспитывать. Ну, так он это называл. Нес какую-то чепуху, что раз мы девушки, то должны все делать для того, чтобы отчему было хорошо и удобно. Потому как мы ему не родные. И должны быть по груб жизни благодарны за то, что он женился на нашей матери. А потом гонял нас. Тоже в воспитательных целях. А мама... А что мама? Так и говорила. Я не вмешиваюсь. Типа мужское строгое воспитание. Сбежала я в 17 лет от родителей. Отчим так и пил. А маму ничего, кроме него, в жизни не интересовало. Сбежала из дома вместе с сестрой. Она годом старше, но всегда была мягкой. Не такой решительной, как я. Я уговорил ее накопить на билеты и смотаться подальше. В большой город. Мы обе смогли выучиться. Сестра на швею. Она всегда хорошо шила. Талант у нее. Ну, а я на ветеринара. Жили сначала в общежитиях. А когда начали полноценно работать, стали снимать квартиру вдвоем. Квартирка маленькая была. Да и до работы далековато. Но все же мы были счастливы. Ни матери, для которой на алкаше с ветклином сошелся. Ни алкаша этого чокнутого. Ни его сестры. Придешь домой. И просто тихо. Спокойно. Уютно. Делай, что хочешь. Свобода. Оля, сестра моя, скоро вышла замуж за хорошего парня. А я смогла устроиться на работу в одну дорогую ветклинику. Познакомилась с Аниным отцом. Он был таким веселым, легким человеком. Мне кажется, я никогда раньше таких мужчин не встречала. Когда забеременела, даже не сомневалась, что буду рожать. Я очень хотела ребенка. И он был очень рад тому, что скоро станет отцом. Но мы были счастливы целых четыре года. И наступила вторая беременность. Казалось, все хорошо. Жизнь удалась. Она ненадолго умолкла. А когда продолжила, голос ее был глухим и жестким. В тот вечер я вернулась с работы пораньше. Мы собирались к сестре на день рождения. Но когда я зашла на кухню, то увидела там свою мать и отчима. Понятия не имею, как они разыскали нас. Женька, мой муж. Я же ничего ему о своей семье не рассказывала. Стыдно было. Отговаривалась просто, что да, есть, мол, родители, живут в деревне и не видимся почти. Потому что ехать далеко. Да и просто. У них там своя жизнь, а у нас своя. Я догадывалась, что он мне не очень-то верил. Но он не настаивал. Только однажды сказал. Если когда-нибудь захочешь поговорить о своих родителях, просто скажи мне об этом. Я буду тебя слушать и ничего не спрошу сверх того, что сама скажешь. Ну вот, про тот вечер. Пришла я с работы. Женя уже был дома. Вышел встречать меня и говорит. Тут твои родители приехали. Наверное, тоже хотят Олю поздравить с днем рождения. Конечно, он, как нормальный человек, усадил их за стол, накормил ужином. Он же ничего не знал. А я, как узнала об этом, мне сразу плохо стало. Сразу поняла, что все это не к добру. Но одеваться некуда. Зашла на кухню. Мать очень сильно постарела. Даже не постарела, нет, а, ну, совсем себя запустила. Волосы грязные. Заколы такое, как и фонарь. Под глазом такой, что пол города можно осветить. Смотрит на меня, ухмыляется и с такой издевкой говорит. О, какая ты фифа стала. Ну что, поздороваешься с родителями или побрезгуешь? И так мне противно стало, Максим, если бы вы знали. Сразу вспомнилось, как мы с сестрой от пьяного отчима прятались в бане, потому что страшно было. Порой всю ночь в бане и сидели. Выйти боялись, а утром в школу бежать. А матери хоть бы хны. Покрывала его, не знаю почему. Нам жаловалось, какой он мерзавец, и продолжала покрывать. Вот что это? Как это называется? Созависимость. Мрачно ответил Максим. Читал я про это. Вроде алкоголизма, только без выпивки. Страшное дело. Да-да, именно страшное. И мне это все вспомнилось сразу и так замельтешило перед глазами, как фильм ужасов какой-то. А мать смотрит на Женьку и продолжает. Что же это ты, зятек, мой милый, жену не воспитаешь? Не видишь, разве, что родителей она не уважает? Как уехала, так невесточки от нее мы не видели, ни копеечки не прислала. Говорит все это, сама себя заводит все сильнее. Уже и кричит. А отчим сидит рядом и все кивает, сокрушается, что он, оказывается, на нас солей пахал, как каторжный, чтобы мы сыты были, обуты, одеты, а мы вон какие оказались неблагодарные. Мне этот бред слушать надоело. Я ушла в комнату переодеться, а Женя за мной следом. Говорит, неудобно перед родителями. Ну, потерпи, они же уедут скоро, и опять ты их долго не увидишь. Я подумала, наверное, он прав. Не хотела, чтобы совсем уж безобразный скандал начался. И вернулась на кухню. Отчим, конечно, был пьян. Ну, это как всегда. А мать, как увидела меня, вскочила и начала кричать, что мы с сестрой бессовестные, наглые, бросили родителей, ни копейки им не прислали. А сами того он, как живем, хорошо. И мужья у нас, и работаем, и квартиры обставлены. Я сижу. Чайку мне муж налил. Вот пью и молчу. Что бы они ни говорили, какой бы бред ни несли. Но мать, как увидела, что мне Женя чай этот налил, как с цепи сорвалась. Из-за чашки чая, понимаете? Как она кричала. Что я свинья обнаглевшая. Что ей муж ни разу в жизни чая не налил. Всегда она ему. И вообще, хорошая жена никогда в жизни супругу не позволит хоть палец о палец ударить по хозяйству. А я нашла себе хорошего парня. И теперь гоняя его как слугу, как раба безропотного. А потом она сорвалась с места и бросилась на меня с кулаками. И тогда Женя, муж, а он, по-моему, вообще ничего не понимал, поначалу вскочил, заслонил меня от моей обезумевшей мамаши. Я крикнула, что сейчас полицию вызову. Аучим. Глотнул из бутылки. Взял нож со стола и... В общем, умер Женя. У меня на руках. Удар в сердце. Быстро. Очень быстро. И Анюта все это видела? С ужасом спросил Максим. Нет, к счастью, ответила Вика. Я ее с самого утра отвезла к сестре. Она очень хотела помочь, подготовиться к празднику. И слава богу, что она этого не видела. И что было дальше? А дальше? Мать стоит. Вяжет, что теперь ее драгоценного муженька в тюрьму посадят из-за меня стервы. А я схватила эту бутылку и сразу махов дарила этому пьянице прямо по башке. Он вырубился. И я даже подумала, что убила его. И знаете что, Максим? Я обрадовалась этому. Правда, рада была. Только недолго радовалась. Он зашевелился. Давай стонать, что его бедного убивают. Ну а мама уже принялась звонить в скорую полицию. Суд был, конечно. Мне, наверное, повезло. Там разобрались как следует. С учетом всех обстоятельств дали мне два года. Но через год я вышла по условно-досрочному. Отчима посадили надолго. И я от души надеюсь, что он никогда не выйдет на свободу. Сестра вместе с мужем переехала вот в этот городок. Понимаете? Она боялась, что мать теперь знает, где она живет и будет портить им жизнь. Они и здесь хорошо устроились. И это неудивительно. Оля прекрасная швея. Муж у нее программист. Мне так повезло с ними. Когда меня посадили, то дочек моих, и Анюту, и Варюшку, мою младшую, забрала к себе Оля. Варя и сейчас у нее. Я заберу ее, когда найду жилье и работу. Мы вот с Анечкой как раз сегодня решили поискать что-нибудь. Точнее, шли вот в ту самую ветеринарку, куда Джека унесли, но... Там уж было не до разговора, конечно. Завтра еще схожу. Может, сгожусь им, а? Сгодитесь, твердо сказал Максим. Вы сильная, прекрасная женщина. У вас все будет отлично, вот увидите. А сейчас вам нужно как следует отдохнуть. Еды вам хватит и на завтра, а вот это... Он выложил на стол несколько крупных купюр. Ваша зарплата сторожа. Вы же у меня работаете, не забыли? Он улыбнулся ей тепло и ободряюще. Кафе пока что в вашем распоряжении. И если хотите, можете прямо завтра привезти сюда вашу младшую дочь. Можно пока купить коляску, и она будет там спать. А там что-нибудь придумаем. Люди ведь должны друг другу помогать, правда? Максим вышел из своего кафе и впервые за последнее время вдохнул полной грудью. Услышав историю Вики, он вдруг осознал, что ему еще повезло. Он-то всего-навсего остался без любимого дела, но ведь ничего совсем уж непоправимого не случилось. В конце концов, кафе продается, а значит, скоро у него появятся деньги. Ну а значит, можно попробовать начать все сначала. Например, открыть кофейню. Пусть и небольшую, а там. Если дело пойдет, а оно пойдет, потому что опыта и знания у него достаточно, то можно со временем расшириться. Появится вторая точка, третья. И опять же, Джек жив. И как оказалось, именно он его лучший друг, а вовсе не Славка. Кстати, Джек, как хорошо, что клиника круглосуточная и можно проведать любимца когда угодно. Максим решил, что он отправится в ветеринарку немедленно. Ему хотелось поскорее увидеться со своим псом, убедиться, что он жив и скоро, наверное, будет совсем здоров. В клинике его встретили, можно сказать, шиком. Потому что Джек, уже оправившись от наркоза, сам, пусть медленно и припадая на больную лапу, вышел навстречу хозяину. «Джек!» Максим присел на корточке, обнял пса и зарылся лицом в густую собачью шерсть. «Прости меня, дружище», – прошептал он. «Видишь, как вышло, не досмотрел я». Но Джек не думал обижаться. Он с радостью лизал хозяина в лицо и смотрел веселыми, добрыми глазами. Будто хотел сказать. «Да брось ты, каяться, все плохое уже позади. Я в порядке, меня спасли, а лапа заживет. Гляди, я уже даже хвостом могу повилять». И он действительно пару раз вильнул хвостом, а потом ткнулся мордой в шею Максиму. «Вы уже можете забрать его, если хотите», – сказал врач, который с улыбкой наблюдал всю эту умилительную сцену. «Он в норме. Здоровый, сильный парень. Только нужно будет с недельку приводить его на уколы. Или можете сами, если умеете». Максим поднял голову. «Сам не умею, но у меня есть знакомый ветврач с хорошим опытом. Кстати, сейчас она как раз ищет работу. Может быть, у вас есть вакансия?» «Вакансия? Прямо сейчас нет, но через неделю у нас уходит в декрет специалист. Через неделю ваша знакомая сможет подойти?» «Да», – сказал Максим. «И еще кое-что. Сейчас ей в силу некоторых обстоятельств негде жить. Может быть, знаете, не сдается ли где квартира неподалеку?» «Ну, с этим проблем нет», – засмеялся врач. «У клиники в собственности есть квартира прямо на втором этаже. Вообще-то мы планировали оборудовать ее под эдакую комнату отдыха, особенно если люди работают ночную смену. Но, как выяснилось в ночь, как раз у нас самое оживление творится. Так что квартира стоит без дела. В общем, она сможет там поселиться. Кстати, она замужем, дети есть? Вдова с двумя детьми. Отлично. Этого ветеринара, казалось, радовало решительно все. Счастливый характер. «Ну, раз ей приходится самой заботиться о себе и детях, значит, знает, что такое ответственность. Передайте вашей знакомой, что мы ее готовы принять». Максим недоверчиво улыбнулся. «Может быть, надо еще с начальством поговорить? А то я вот так пообещаю, и вдруг…» Врач потрепал по холке Джека и подмигнул. «Так я и есть начальство, молодой человек. Это же моя клиника». Вика, укладываясь спать в ту долгую ночь, тоже почувствовала прилив силу. Рассказав свою историю, она вдруг поняла, как никогда ясно. Она уже так много сделала, чтобы выправить свою жизнь и сделать ее счастливой. Она сбежала из домашнего ада, смогла вытащить любимую сестру, смогла выучиться, стать уважаемым специалистом и выбрала в мужье отличного человека. У нее прекрасная Анюта, чудесная Варенька, а когда она попала в беду, Оля не дала пропасть ее детям. И вот теперь она встретила Максима, и он тоже помог ей. Дал пусть и временную, но крышу над головой. Везучая она? Да. Очень везучая и сильная. И обязательно справится. Ей есть за что бороться. Она растянулась на надувном матрасе и уже начала задремывать, как вдруг услышала, что поворачивается в замке ключ. «Максим, это вы?» Спросила Вика, выглянув в зал. Навстречу ей метнулось огромное белоснежное облако. Джек подбежал к ней, попытался забросить передние лапы на плечи, но тут же заскулил. Все-таки про оперированная лапа давала о себе знать. «Вы уже Джека забрали», – обрадовалась Вика. «Но ему же еще нужно поколоть антибиотики». «Верно», – засмеялся Максим. «Как раз хотел попросить вас позаботиться об этом. Вы уж, простите меня, Вика, я вас, наверное, разбудил». «Да ерунда. Я не успел заснуть как следует. Просто не терпелось вас обрадовать. Я договорился в ветклинике, и вас не только берут на работу, но и предоставят служебное жилье. Хорошая квартира прямо над клиникой. Так что уже завтра сможете переехать и сразу же забрать малышку». «Что?» – восхищенно вздохнула Вика, и глаза ее сияли от радости. «Поверить не могу. Вы, Максим, да вы просто чудо какое-то». «Нет», – заулыбался он, – «настоящее чудо – это как раз вы. Вы меня Джека спасли». Врач сказал, если бы не вы, он бы просто истек кровью. Так что это я обязан вам, а уж никак не наоборот». В клинике Вика освоилась так быстро, будто никогда и не уходила с любимой работы. Анюта пошла в детский сад, а Вареньку Вика в рабочие дни отвозила к сестре. Оля и сама недавно родила и вышла на работу. Сестры помогали друг другу. В свои выходные Вика забирала к себе кроху племянника. Она уже успела облюбовать небольшой парк рядом с клиникой и ходила туда гулять с малышами и Аней. Владелец клиники Анатолий Борисович нарадоваться не мог на новенькую. «Виктория, клянусь чем угодно, у меня в жизни не было такого помощника, как вы. Да вы моя просто правая рука», – говорил он. «Я на все готов, лишь бы вы только не ушли из моей клиники». «Я не уйду, Анатолий Борисович», – улыбалась она. Ей было здесь хорошо, но только часто она ловила себя на том, что иногда поглядывает на входную дверь и ждет, что вот сейчас она распахнется и бросится к ней, заливаясь веселым лаем Джек. После того, как пес выздоровел, ни он, ни его хозяин больше не был. Они появлялись в лечебнице. Вике очень хотелось позвонить ему, расспросить обо всем. О том, как идут у него дела и о самочувствии Джека, но почему-то она никак не могла заставить себя набрать его номер. Время от времени придумывала себе какое-нибудь дело в районе бывшего кафе, но оно так и стояло закрытым. Никто не торопился его покупать. А тем временем ее собственная жизнь налаживалась все больше. Однажды вечером ей позвонили и сообщили, что, оказывается, теперь она богата. Вся собственность покойного мужа досталась ей, ну и, конечно, их общим детям. Узнав об этом, Анатолий Борисович грустно покачал головой. «По-человечески не могу не порадоваться за вас, Виктория, и за Анечку сварить тоже, но, как ваш непосредственный начальник, я очень огорчен. Вы ведь теперь наверняка уволитесь, а я потеряю лучшего врача в клинике. Обидно». «Не беспокойтесь, Анатолий Борисович», – успокоила его Вика. «Никуда я не уволюсь, даже не думайте об этом. Но, честно говоря, есть у меня одна идея, и я хочу посоветоваться с вами». Максим не мог нарадоваться выздоровлению Джека. С каждым днем друг бегал все резвее. Если поначалу он еще быстро утомлялся, и у него сохранялась небольшая хромота, то теперь все прошло без следа. Джек был в полном порядке. А вот его хозяин. А хозяин и сам не знал, в порядке он или нет. Кафе никак не удавалось продать. Да еще и ни с того ни с сего снова объявился Славка. Бывший друг подловил Макса на улице, когда он гулял с Джеком. Подошел, посмотрел угрюмо. Джек предупреждающе зарычал. «Выздоровел?» – спросил Славка, кивнув на пса. Максим пожал плечами. «Как видишь, чего тебе?» «Ничего», – вздохнул Слава. «Это я так. Простишь?» «Бог простит». «Слушай, Макс...» Славка стал вдруг озираться вокруг. Будто боялся, что его прямо сейчас кто-то выслеживает. «Чего?» «Слушай, дурак я был. Ты понимаешь?» «Не понимаю. И не хочу понимать. Шел бы ты отсюда, Слав. Видишь, Джек уже нервничает. Ты не нравишься ему». «Да я сам себе не нравлюсь», – зарал Слава так, что прохожие принялись на него оглядываться. «Она бросила меня, понимаешь? Бросила сразу после того, как я слил наше кафе. И она этому папику никакая не дочь, а любовница. А я дурак, Макс, я все испортил». «Да?» – сказал Максим спокойно. «Ты все испортил. А главное, ты потерял друга. И вот это хуже всего». «Я теперь о многом думаю иначе, Слав. Потерял деньги – ерунда. Их можно заработать снова. Бизнес потерял? Тоже. Отстроишь заново. А вот потерять близкого друга – это беда, Слав. И я тебе сочувствую». «Ну, разве мы не можем быть друзьями снова? Ну что я, тупанул, бывает же». «Ты не тупанул», – заметил Максим. «Не скромничай. Ты просто предал нашу дружбу. А это не одно и то же. Удачи тебе, Слав». Он свистнул Джека и, не торопясь, пошел с ним вдоль аллеи. Слава, одинокий, разбитый, остался стоять на месте, глядя им вслед. А Максим уже и думать забыл об этой встрече. Потому что ему только что позвонили и сообщили о том, что кафе наконец-то кого-то заинтересовало. Максим не знал, что ему чувствовать. Конечно, он был рад продаже, но и прощаться с помещением, которое стало ему таким родным, оказалось нелегко. Он помнил, как нашел это место. Оно было заброшенным, заваленным строительным мусором и просто всяким мусором. Они со Славкой сами взялись за ремонт. Ради этого торчали тут после работы и по выходным. Помнил и запах свежей штукатурки, и как вывеску рисовали, а потом заказывали. А в день открытия он волновался еще сильнее, чем перед первым свиданием. И здесь, в этом уже закрытом кафе, он полночи просидел за столиком, разговаривая с незнакомой женщиной, которой некуда было идти. Но ей хватило доброты и умения, чтобы спасти Джека. А может, и его самого? Да, это было волшебное место. И жаль с ним расставаться. «Жаль», – пробормотал он слух. Джек, наклонив голову, смотрел на хозяина. В собачьем взгляде было понимание и любовь. Спустя неделю Максим все же заставил себя пойти к своему, а на самом деле уже чужому, кафе. Это было нечто вроде психотерапии. Он никак не мог поверить, что продал то, во что вложено было столько труда. Даже не стал вникать в подробности сделки. Всем занимались юристы и риэлторы. И теперь, когда все состоялось, а на счету уже лежала кругленькая сумма, он все равно мысленно не мог расстаться. Словом, ему нужно было пойти туда и увидеть, что теперь в этом месте распоряжаются другие люди. «Тогда у меня появятся силы, чтобы начать что-нибудь новое», – твердил он, идя по знакомой улице и стараясь не замедлять шаг. Вот и один поворот остался. Нужно только завернуть за угол и… Он остановился, не в силах поверить своим глазам. На месте прежней вывески появилась новая, огромная, красивая растяжка с ярко-красной надписью «У Максима». Кота-кафе. Он так растерялся, что не раздумывая рванул вперед, дернул на себя ручку двери и замер на пороге. Это был какой-то параллельный, но потрясающе уютный мир. Вокруг были расставлены диванчики и кресла с низенькими пуфиками для ног. На спинках, аккуратно сложенные, лежали мягкие пледы. Столики, тоже невысокие, на колесиках были установлены чайными чашками и небольшими коробочками с печеньем и конфетами. А еще вдоль стен появились книжные полки. Любой посетитель, а было их здесь немало, мог устроиться в кресле с книгой и читать хоть весь день, попивая чай и глядя на спешащих людей за окном. Но самое главное, здесь и в самом деле были кошки. Настоящие, живые кошки. Важно, расхаживали по залу, спали на книжных полках, запрыгивали на колени гостей и вообще чувствовали себя здесь совершенно свободно. Нравится? Услышал он знакомый голос у себя за спиной. Вика, улыбаясь, протянула ему обе руки. Как я рада, Максим, что вы зашли сюда. Знаете, а я вас ждала. Правда, очень ждала. Так вам нравится? Очень. Честно сказал он, а сам все больше любовался Викторией. Как же она похорошела. Ничего в ней не осталось от той болезненно худой, измученной незнакомки, которая рассказывала ему о своей жизни. Теперь перед ним стояла настоящая красавица. Уверенная, гордая. Но, Вика, откуда здесь все эти кошки? А это, сказала она и улыбнулась еще шире. Можно сказать, подразделение клиники. Понимаете, кто-то оставляет в клинике своих питомцев якобы на лечение и не забирает их домой. Много таких, кто просто подкидывает котят к порогу. Мы их лечим, выхаживаем. Конечно, для клиники это накладное дело, но что поделаешь, не выбрасывать же их обратно. Вот так и появилась идея сделать место для интровертов. Книги, чай, кофе и котики. А если какая-нибудь кошечка понравится гостю, он может забрать ее себе. Ну как? Хорошо я придумала. Вы? Так это вы купили это помещение? Наследство от мужа, ответила Вика. Я выкупила это кафе и сделала это не просто так. Вы ведь теперь, словом, хочу предложить вам долю в моем маленьком кошечном бизнесе. У вас ваши дела отобрали хитростью, а это несправедливо, Максим? Неправильно. И потом. Ее улыбка стала лукавой. Я ведь ничего в бизнесе не понимаю. Мне хотелось бы, чтобы рядом был человек вроде вас. У вас есть необходимый опыт, навыки. Она продолжала говорить, но Максим не вникал в смысл ее слов. Он просто слушал музыку ее голоса. И она звенела нежно и легко, как серебряный ручеек в лесу. Я согласен, сказал он. Согласен на все, что вы мне предложите, но с одним условием. С каким? Удивилась Вика. Обещайте мне свидание. Выпалило. Одно свидание, на котором я попрошу вас стать мне женой, а вы согласитесь. Я... Понимаете? Я все осознаю. Вам многое пришлось вынести, многое пережить, но ведь жизнь продолжается. И, может быть, вам захочется продолжать ее именно со мной? Вы пообещайте мне свидание. Он заметил, как на скулах у нее проступили два розовых пятнышка. «Знаете», — сказала она негромко. «А я не против. Я еще до кафе, до всего этого так ждала, что вы придете с Джеком к нам в клинику. И сначала думала, что это просто потому, что вы были ко мне так добры, нашли жилье и работу. А потом поняла, наверное, дело не только в этом. Вы мне понравились. Так понравились, что я, кажется, даже влюбилась. Я, наверное, глупости говорю, да?» Максим нежно взял ее руку в свои. «Если это и так, то это самые лучшие, самые прекрасные глупости на свете, Вик. Поверьте мне. Просто поверьте». В тот день он вышел из кафе, и ему казалось, что он не идет по асфальту, а плывет по воздуху в паре сантиметров от грешной земли. Жизнь, которая совсем недавно перевернулась с ног на голову, сделала кульбит и вдруг одарила его всем, о чем мечталась. Он снова вернулся к любимому делу. А еще теперь у него была семья. Жена Вика и две маленькие дочки, Анюта и Варенька. И как знать, может быть, скоро у них появится кто-то третий, четвертый. А Вика, стоя у окна и провожая взглядом любимого, думала о том, что в ту ночь, когда она укладывалась спать на надувном матрасе, она не ошиблась. Все-таки счастливая она. У нее две замечательные дочки, любящая сестра, а теперь еще появился Максим. Еще один любимый и добрый человек, который оказался рядом тогда, когда ей так сильно нужна была помощь, и который захотел остаться рядом, чтобы украсить ее жизнь. Спустя время, Вика нашла в себе силы, чтобы помочь маме. Она устроила ее в хороший частный пансионат, который могла теперь спокойно оплачивать. А на дни рождения отправляла фотографии внучек. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас всего один клик, но для меня это очень важно. Спасибо заранее.